В прошлом мы опубликовали анализ стратегической ситуации в Европе, как ее видят специалисты Рэнд Корп, Рэнд Корпорэйшн, США. Известны исходы парадов, а чем же закончится бой? Ссылку на который вы найдете в описании под видео. Среди прочего в материале было отмечено, что дальнейшие усилия, направленные на развитие потенциала проведения военных действий на суше, по всей вероятности, будут направлены на развитие возможностей поражения противника на значительном расстоянии. А далее возник вопрос о том, будут ли США прислушиваться к опасениям России по поводу размещения войск США в Европе. Вот, похоже, получен непрямой ответ как на вопрос, так и по поводу рекомендации Рэнд Корп. Как говорится, такие слова до богу в уши. Сообщают из Графинвер, что вблизи Нюрнберга ФРГ о том, что первый отряд установок ракетной артиллерии США прибыл в Европу для вооружения первой американской бригады нового типа на этом континенте, 41-й бригады полевой артиллерии, которую создали в ноябре прошлого года. Сюда прибыли 16 М270А1, установок реактивной системы залпового огня. Они установлены на шасси БТР Брэдли и способны выпустить 12 наводимых на цель ракет в течение минуты. Пока это единственная бригада такого типа в Европе, и представители Пентагона не комментируют планы развертывания таких систем в будущем. Эти установки были разработаны в конце 1970-х годов и были впервые в деле во время войны в Персидском заливе, где иракские солдаты обозвали их железным огнем, поскольку по прибытию по адресу каждая ракета выпускала тысячи маленьких бомбочек. Имеющиеся на вооружении армии США в Европе в настоящее время гаубицы стреляют примерно на 30 километров, а новые установки на 65 километров и могут быть дооборудованы для стрельбы на 160 километров. Ну и сверху изюминка на торт. В США разработана новая ракета для этих установок РСЗО. Она состоит из 110-килограммовой бомбы малого диаметра GBU-39, производства фирмы Boeing, смонтированной в качестве боеголовки ракеты М-26 из комплекта РСЗО М270А. Старая модель запускалась только в определенном направлении, а новая разработка позволяет круговой обстрел. После запуска ракета может повернуть в любом направлении. Перелетев гору, она может поразить укрытие на противоположном склоне горы, например, цели внутри пещер. Такая ракета может поразить цель на расстоянии 150 километров в направлении стрельбы. 115 километров при стрельбе под углом 90 градусов в сторону и 70 километров позади от установки 180 градусов. Прямо по известной поговорке РСЗВ М270А як дышло, кудыны поверныш, туды и вышло. Теперь вопрос только в том, как быстро такие РСЗО появятся в армиях вероятного противника. И, конечно же, нам интересно мнение специалистов-канониров по этому поводу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин